Ой, якость у нас, да не так, как у вас, перебились родичи за горилку и квас. Перебились родичи за горилку и квас. Только не надо ничего спрашивать меня за крымскую платформу. Перебились родичи за горилку и квас. Зеленский выпучил рыбий глаз и дал какой-то там обратный отчёт. В ответ на что венгры воткнули этот самый глаз с него на место и напомнили, что их, венгров, в нощине в Мерли всячески ущемляют и не дают размовлять на ридной венгерской мове. Естонка Кайли Лайт вообще зачитала сценарий Рэмбо 4, где несчастных прогоняли по рисовым полям усеянных минами. А в тех, кто не хотел бежать, по совету Юлии Тимошенко, палили из атомного оружия очередями. А Путин и Шойгу при этом делали ставки на бегущих. Выиграл вроде бы Путин, поставивший на маленького мальчика. В итоге рыдали всей крымской платформой. Не спрашивайте меня, не надо. Это настолько предсказуемо и неинтересно, банально и по-европейски. И к тому же весь этот протест описал сам Зеленский давным-давно, имеющий память, да упомнит. В следующем году мы вернём Крым. Так что на этом вопрос будем считать закрытым. Зеленскому хватит и того, что ему напихивает защик из Шарии. У них это переросло уже в нечто личное. И в этом раунде я бы не побоялся поставить 100 рублей на Шария. Ибо партия Владимира на фортепиане, судя по всему, подошла к концу. Хотя, опираясь на избирательный опыт, вернее, на опыт избирателя, особенно украинского, то Зеленский вполне ещё даже может. А может даже и могёт. Но не факт. Избирателя заманить-то проще простого. Что в НА, что в России. В Вологде он. Егенороссы вроде как раздают по пять крышечек для закатывания банок в довесок какие-то ционные листовки за Валентину Артамонову. Была в России в своё время Вальк-стакан, теперь будет Валя-крышка. Валя-крышка. Коля-башка-кулак. Сергей-пробор налево. Захар-вездесущий. Ну, не дума прям, а дум. Если вы понимаете, о чём я. Всё, что я могу посоветовать Зеленскому, это присматриваться к недвижимости в России. Потому что так и до работы ближе, и нацики не порвут попец на жёвто-блокитную тряпочку. А для этого, Вова, советую просканировать портал недвижимости egrp.ru. Там тебе, Вова, любые квартиры, любые дома, в любом российском регионе. На портале можно даже снять квартиру. И даже посуточно. А если вдруг Зеленскому приспичит продать свою квартирку в Крыму, то и это можно сделать на egrp.ru. Квартирка Зеленского, правда, без надлежащего ремонту. Но, думаю, Анатолий Шарик купил бы её чисто и с принцевым. По приколу. Ссылка, Вова, специально для тебя, будет в описании. Но если вы вдруг подумали, что управлять миром, не привлекая внимания санитаров, способны только в ночи, не в мерли, то вы сильно ошибаетесь. Фролов Лаунович редкоземельный, отныне предсказатель. И ведь Тугарин угадывает, предсказывает. Друзья, я долгое время не выкладывал своих пророческих видео. Сейчас я принял решение, что я вновь начну делать такие, так скажем, пророчества. Что же было вчера? Всё очень просто. Я сказал, что самолётов, которые разобьются с пилотами, будет три. И следующий, то есть разбился Б-200 в Турции с нашими лётчиками, разбился Ил в Подмосковье. И я сказал, что уже в ближайшее время будет очередное крушение российского самолёта. Также погибнут лётчики. Так вот, вчера ночью появляется новость. То есть я видео выложил часов в пять примерно. И в одиннадцать уже сорок появляется новость, что МИГ-29, по-моему, разбился у нас в стране. Не хотелось бы мне встретиться с таким пророком в тёмном переулке. Запророчит Вусмер, живого места не оставит. Я же, в свою очередь, от всей души желаю и пророчу редкоземельному бубновую даму, восседающую на пиковом тузе. И чтобы она непременно сделала из волхонского трефового валета. Хотя бы валета, иначе он так и останется на всю жизнь червовым партизаном на подсосе. Что касается самолётов, то дело далеко не в пророчествах. Такие пророчества можно делать с утра до вечера, если знать, что конструкторы Илюшина много раз говорили о том, что образец самолёта сырой, а двигатель требуется в доработке. Но чиновников это мало интересует, потому что они уже отчитались Путину о завершении испытаний. И Путин, послушав их, на всю страну объявил о скором запуске самолёта. Вот и запустили. Это называется очковтирательство. Вперемешку, как это сейчас модно называется у чиновников, безалаберность. Да, безалаберность, за которую нет уголовной статьи. Я вам больше скажу, министр промышленности Мантуров объявил о том, что скоро Россия создаст новый самолёт судного дня. Да, судного дня. Ну, то есть самолёт, на котором в случае ядерной войны останется в живых правительство и командование вооружёнными силами. Такие самолёты есть только у России и США. Хотя, может быть, даже и у Китая. Просто они не афишируют свои возможности. Только вот вопрос к министру. А что случилось со старым самолётом судного дня? Он же был и даже проходил модернизацию и плановое обслуживание. Не терзайтесь этим вопросом. Я отвечу, самолёт судного дня находится на аэродроме Таганрог-Южный и будет там находиться ещё долго, потому что неизвестные под покровом ночи вынесли из него всю электронику и радиоаппаратуру. Обнесли, одним словом, да, и никто ничего не заметил. Ну, потому что ночью, темно же. Печально? Да, печально. Но зато я знаю, из каких радиодеталей буду делать новый самолёт судного дня. А вообще, с Минпромторгом Мантурова лучше не связываться. Именно они создавали полностью отечественный суперджет сухой. Он настолько полностью отечественный, что основные важнейшие агрегаты по сей день изготавливаются за рубежом. Вы думаете, я наговариваю и сгущаю тучи и краски? Тогда как же быть с генеральным прокурором России Красновым, который выступил перед Советом Федерации, выступил и отчитался о проверке ведомства Мантурова, а проверка-то выявила серьёзнейшие нарушения. Провал программы импортозамещения и грандиозный срыв по срокам. И что? И ничего. Господдержка Министерства промышленности выросла до 20 миллиардов, а Мантуров стал самым богатым министром России. Да? А вот министр здравоохранения зарабатывает в 20 раз меньше Мантурова. И это печально. Это надо исправлять. Это не соответствует имиджу российского министра. Тем более, медицинские реформы и модернизации, если верить отчётам чиновников, прошли на ура. И не просто на ура, а на гип-гип ура. И зрители довольны, и даже присылают нам свои видео с результатами реформы. А результаты, доложу я вам, впечатляющие. Стремиться, правда, ещё есть к чему, но и достигнутого хватает за глаза. Вот такие условия лечатся от пневмонии. Пневмония. Смотрите, что творится. Урюкенская ЦРБ. Люди лежат, лечатся. Лечатся от пневмонии. Вот такие вот условия. Смотрите сами, как можно лечиться. И что можно делать. Люди в коридор поположили. Смотрите, чашки, банки. Вот такие вот условия. А чтобы не болеть, надо что? О, правильно, надо прививаться. А как людей сподвигнуть к прививкам? Правильно, с помощью федеральных каналов. Может быть, когда-нибудь на них, на каналах, и появятся настоящие эксперты. Но, видимо, не сейчас. Не в этом году. Не в этой жизни. Помнится, раньше, когда я ходил пешком под табуретку, в передаче «Здоровье» рассказывали о здоровье. А советы давали профессора и доценты. Теперь же, вот, прививайтесь, братцы. Сегодня самые известные эпидемиологи нашей страны отвечают на вопросы зрителей и экспертов. Наши программы о COVID-19. Андрей, я занимаюсь этим очень давно. Я, например, верю и вообще даже не собираюсь как бы оправдываться за это. Но я не знаю, каким образом была снята из МКС съемка 18 мая 2020 года. Произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Значит, понимаете, в чем дело? Это либо 20-го года в мае. Скорее всего, либо они сами боятся этого вируса, либо они знают, что он будет мутировать постоянно. И всем нам, нашей цивилизации, пришел кирдык. Самые известные эпидемиологи нашей страны. Ну, теперь-то понятно, зачем Мантурову срочно понадобился самолет судного дня. А теперь серьезно, как и всегда, в конце видео. Мне много раз говорили в комментариях и при встрече, что, мол, с кем же еще работать президенту, что, мол, с кем поднимать страну, что, мол, других чиновников нет. Ну, поставим мы, мол, сейчас других. И чем они лучше нынешних, что, мол, они смогут сделать. Да, это бред. Я очень часто и много разговаривал со своим дедом, царство ему небесное. Так вот, мой дед после войны был председателем колхоза. Да, председателем колхоза. Но не таким, как Паша Грудинин. Ибо колхозы в то время не выращивали клубнику, а восстанавливались после войны. И поднимали все это дело обычные люди. Без справок о доходах, без миллионных прибыли и всего такого прочего. Вот тогда-то действительно не с кем было поднимать страну. По большому счету, не с кем, если вы понимаете, о чем я. Но даже при этом, за срывы по срокам, мой дед дважды был под угрозой расстрела. И ничего, подняли. Поэтому и не расстреляли. А кого-то расстреляли. Поэтому и подняли. Это слова моего деда. Развал Советского Союза. И время вплоть до дефолта 98-го, по моему мнению, вполне сопоставимо по материальным убыткам. Я подчеркиваю, материальным, но никак не человеческим. С Великой Отечественной войной. И поднимать из этого страну трудно и кроваво. Но вот только и поднимать тогда надо по законам послевоенного времени с отдельным уголовным кодексом для чиновников. А так, это безалаберность. Мы примем во внимание. Это недопустимо. Мы должны. Мы можем. Это все слова чиновников, как вы поняли. Ну и чего в таком случае вы хотите? Адьос!